Полагаю, вы знаете, что некоторые животные имеют склонность поедать собственное потомство. Это явление называется филиальным каннибализмом. И, конечно, мы все считаем, что это поведение морально ужасное. Но что если я вам скажу, что филиальный каннибализм – это, на самом деле, хорошее дело? И существует множество причин, объясняющие почему. Дело в том, что все животные, которые поедают своих детей, являются утилитаристами. Утилитаризм – это направление в этике, согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. То есть утилитарист – это тот, кто действует согласно принципу «цель оправдывает средства». И так получилось, что с утилитарной точки зрения поедание своих детей у животных приносит больше пользы, чем вреда. К примеру, одна из причин, почему животные съедают своих детей – это контроль популяции. Хомяки известны поеданием своих детей. Ученые выяснили, что самки хомяков с пометом из 8 или 9 детенышей в среднем съедают 2 или 3 из них. А когда ученые попытались добавить помет еще пару детенышей, мамы хомяки съедали 4. Но когда ученые убирали нескольких из детенышей в день рождения, это останавливало матерей от каннибализма. Это дает нам понять, что мама хомяк съедает своих детей, чтобы сохранить помет достаточно маленьким, чтобы она могла обеспечить выживших и гарантировать, что дети вырастут здоровыми и передадут свои гены следующим поколениям. Кстати, аисты тоже пользуются этим методом, хоть и в более гуманном виде. Когда мать понимает, что она не в состоянии прокормить всех птенцов, она просто выкидывает одного или двух обычно самых слабых птенцов из гнезда. Еще одна причина, почему животные съедают своих детей, это стрессовая окружающая среда. Некоторые животные, к примеру, вараны, съедают своих детенышей в чрезвычайных ситуациях. Когда самка варана понимает, что ее гнездо больше не является безопасным укрытием для ее яиц, она просто опережает хищников и сама съедает все свои яйца, что на самом деле логично. Если яйца обречены стать чьим-то обедом, то пусть они будут ее обедом. Таким образом, она может накопить достаточно энергии и повторить попытку уже в новом, более укромном месте. Животные еще съедают свои потомства ради скорейшего спаривания. Например, самец бычка-песочника охраняет отложенные самкой яйца в своем гнезде. Из-за своих родительских инстинктов он не покинет гнездо, пока не вылупятся все яйца. Но дело в том, что яйца не вылупляются все разом. Среди них обычно бывает несколько отсталых, а то и вообще не вылупившихся. И вот, когда приходит сезон спариваний, но некоторые яйца еще не вылупились, папаша, чтобы не остаться без самки, просто съедает то немалое количество отсталых яиц, тем самым освобождает себя от отцовских обязанностей и покидает свои гнездо в поисках самки для следующего спаривания. То есть он жертвует несколькими яйцами ради большего помета. А еще некоторые животные едят своих детей, чтобы защитить свой помет от инфекции. Например, самцы японских саламандр считаются одними из самых лучших родителей. Они могут заботиться о своих яйцах и потомстве до 7 месяцев. Исследования показали, что самцы-смотрители настолько искусны в уходе за яйцами, что когда они обнаруживают более белые яйца, они просто их съедают, поскольку более белые яйца обычно либо мертвы, либо заражены водяной плесенью. Дело в том, что для водяных яиц такое заражение представляет серьезную угрозу. Поскольку водяная плесень может быстро распространиться, если ее не остановить, эти самцы оказывают огромную услугу всему выводку, своевременно удаляя зараженные яйца. Кстати, у свиней точно так же. Если поросенок рождается слабым, травмированным или мертворожденным, или мать замечает, что поросенок болен, мать может отделить этого поросенка из гнезда или, в худшем случае, съесть его. Еще одна причина, почему животные съедают своих детей, это, конечно, катастрофический голод. Это относится ко всем животным, даже к людям. Когда животное понимает, что его состояние критическое и ему жизненно необходимо поесть, он просто съедает то, что доступно и неважно, кем является жертва этому животному. Как видите, филиальный каннибализм в животном мире является примером для поговорки «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Есть животрепещущий вопрос? Напиши в комментариях. Подписывайся на канал и жди ответа.